Всем привет! Это канал Герасим Шерп и наша девятая часть похода на мыс Канин Нос. Четыре вездехода Шерп, пять человек и, конечно же, наши приключения. Приключения, без которых не обходится ни один выезд. Наконец-то мы привезли шойную коробку два дня и тронемся на мыс Канин Нос. Смотрите, Канин Нос близко. Доброе утро, народ. Оно действительно у нас сегодня доброе, потому как у нас есть все необходимое для того, чтобы отремонтировать технику и продолжить наши путешествия. На улице у нас сегодня дождь. Река стала быстрее и больше. Главное, чтобы с берегов не вышло. Там мерзо-пакостно. И супер-холодно. И дождь. И погода вообще дрянь. Новости вторички. На сайте gerasimshark.ru вы найдете уникальное предложение. Посмотрите на эту машину. Полный тюнинг от жуков гаража. Стоимость всего тюнинга более двух миллионов. Стоимость этой машины с малым пробегом и в отличном состоянии 5 миллионов 500 тысяч рублей. Плюс торг на месте осмотра. Машина находится в Ростове-на-Дону. Торопитесь. Таких предложений больше не будет. Также у нас вы найдете различные вездеходы под любой вкус и кошелек. Заходите в раздел вторичка. Подписывайтесь на рассылку, если ничего не нашли сейчас. То, что вам понравилось и подошло по цене. А вот, ребят, смотрите. У меня первый раз 25% заряда. 39 ампер. Это всю ночь у меня прогорел свет уличный. Проработал вебаста и холодильник. Ну и всякие другие там девайсы для зарядки, которые установлены были. В общем, вот такой вот результат. Вчера с 8 вечера и вот сегодня... Не знаю, сколько сейчас. Сегодня 10.27. Вот такой результат. Кушал где-то, значит, ампер 15. Не, меньше. Ампер 10 кушал. Точно. Сейчас он кушает. Без вебасты. 6 ампер холодильник. Господа, как больной? Сейчас мы... Сейчас узнаем. Трепанацию ему делаете? Встроим полость. Повидала эта коробка, да? Да, варили, болт сломали. Вот так вот из любой ситуации можно найти выход. Когда у вас есть такая хорошая палатка. Итак, трепанация. Ух ты, тут даже ржавчины нету. Да, удивительно. Это идеальное состояние коробки, ребята. Собирайте назад, лечить не будем. Есть стилогниты выросли у нас на этом. На магните. Да, на магните. Так, сейчас, если у нас совпадут еще вот эти вот цифры на звездах, будет вообще красота. В чем я сомневаюсь. Будет красота, да. Ох, и шепчет погода, блин. Вот такая вот у нас, ребята, погода. Чуть-чуть кайфанули мы, погода хорошая. Теперь вот такая вот у нас. Смотрите, что с ручьем стало. Все полноводнее, полноводнее просто. Капец. Скоро сюда рыба заходить начнет. Вот вы все говорите, да, качество автовазовских запчастей хреновое, хреновое. Да все потому, что их делают вот в этой подпольной лаборатории. Мастерской. О, видали? Хобочки. Вот один контрабандист. Вот второй. Сейчас наделают вам коробок на восьмерки десятки. Съемка запущена. Иди отсюда. Убейте его. Раскрыл базу. И прямо в бане фигарят, представляете? Тут запах стоит. Они сейчас с кистями разговаривать начнут. У них все стерильно, про это самое, про пылесосиное. А здесь у нас едальная. Кстати, дверь зря убрали, надо было вас закрыть, чтобы вы там как тараканы балдели сидели. Варились. Ребята, несмотря на погоду и прочие вещи, у нас готовятся вот такие вот супер пирожки. Да. Пирожки все хотели? Хотели. Вот я пеку. Дорогие. Ах, какая красотища-то, а! Смотрите только. Ну-ка, к холодильникам быстро все побежали проверить, что там у него внутри. А вам холодильник когда-нибудь отомстит. Придет, откроет вас ночью и будет вас смотреть. Опачки. Вот, 700-ый гриль, у грил на большую компанию. Прям прекрасно нам хватает. Основная часть собрана, валы подошли. Поменяли только подшипники поставили. Вместе с той коробки. Вот. Осталось дело за малым. Собрать ее, скрутить. Так. Варим воду. Вкусную. Наша турбопечь сварила. Варим воду. Это хорошо. Потому что хочется попить чай. Все, ее не задуть. Ничего с ней не сделаешь. Все идет отлично. Все идет хорошо. Крутитесь, вертитесь. Гайки зажимайтесь. Резьбы оставайтесь. Ни разу не срывайтесь. Ой, ребята, поливает так как. А я вот так вот прожег гриль. Сейчас надо будет стереть просто это все. И все. С четкой. Вот. Вам маска не надо? У нас осталось мелочи. Намазаться герметиком и поставить крышку. Дадут крышечку на место. Ну все, коробку в сторону. Она у нас пойдет ставиться, монтироваться. Не решили никуда не ехать, потому что уже поздно. Ребята там занимаются переборкой коробки в тундре. Я тут занимаюсь ерундой всякой. Мне надо заменить ремень, потому что мы аварийно этот ставили ремешок. А он совсем грустный стал. Расслоился. Он подгорел весь и расслоился. Зубоскалы, не торопитесь писать, отбивать себе пальцы о клавиатуру. Просто этот генератор мы поставили самостоятельно на 115 ампер. И ремень стоит кленовой, а не ручейковый, который должен быть. Поэтому ремешоку тяжело жить. Он подгорает, расслаивается, разваливается. Ну, другого генератора у нас не было, поэтому стояло то, что стояло. Взяли побольше ремней. И я времени от времени менял эти ремни. Ну, что сделаешь. Доработаем, сделаем. Потом со всеми поделимся. Ну, в общем-то, все. На этом эпопея со сборкой коробки считается оконченной. Будет, скорее всего, завтра у нас эпопея с ИИА-установкой. Ну, вот так, ребят, сегодня прошел день. Очень продуктивно. Собрали коробку. Завтра будет ее установка. Ну, и посмотрим, может быть, мы днем еще поедем уже на Канин выдвинемся. Канин не пускает нас. Но всему есть, наверное, свои причины. И все, что не делается, все делается к лучшему. В любом случае. В любом. Поэтому не будем унывать. Главное, чтобы неприятности, которые нам встречаются, были исправимы и поправимы. Побольше хороших людей на нашем пути. Итого. Сегодня у нас был день созидания. Собралась коробка. Но очень сильно надеемся все, что завтра, наконец, мы поедем. Да-да-да. Можно. Доброе утро. Доброе. Велите оладушки вам сюда подать? Дмитрий на завтрак приготовил оладушки. Оладушки? С абрикосовым вареньем. Ух ты. Можно со сметанкой. Подавайте. Сейчас будет. Вот это сервис. Вот это утро. Правда, доброе. Просыпаюсь, ладно. Все. Ай. Сейчас будем просыпаться. Времени. 82. О, давление растет. Слава тебе, Богу. Вот ведь честно оладушки. Укрывать в Канином. В Канином-то. Ой, спасибо. Ой, сейчас я поем-то. Вот это, блин, утро доброе. С годами мы начинаем понимать, что зарабатывая на жизнь, можно пропустить саму жизнь. Не побывать, не увидеть, не успеть и не повторить. Желая перейти на новый уровень путешествий за гранью дозволенного всем, сделайте один небольшой, но очень важный шаг. Перед покупкой вездехода «Шерп» позвоните нам. Мы поможем правильно открыть ранее недостижимые горизонты. Команда «Герасим Шерп». Жизнь в путешествии. Какой Дима молодец. Дима, чемпион. Дима, чемпион. Чемпионская вода делает вообще. Конечно же, ребят, не будем лукавить. Это сценка с подачи оладушек. Вот именно моя побудка. Она уже повторена просто. Мне настолько это понравилось, что вот так вот утром давайте в постель оладушки. Олег пришел, разбудил. И говорит, оладушки в постель подавать. Я говорю, блин, подожди, сейчас я это запишу. Ну и все то же самое повторили, собственно. Вот оладушки. Все это по-настоящему. Единственное, что мы, естественно, это записали. Побудку вот это вот все повторили. Причем сразу же, буквально через минуту. Я ему еще не дал договорить даже. Так что у нас все по чесноку. Все формат лайф. Нет постановы, нет каких-то заранее придуманных моментов. Ну а утро-то хорошее. Погода-то ветреная, но дождя нету, ребят. Уже хорошо. Давление растет. Класс. Димас, шампиньон. Наварил оладьев-то каких. Ёлы-палы. Вот с таких мелочей-то хороший день-то и начинается. Попробовал, Герасим? Да, я съел, попробовал. Съел? Съел. Мне нельзя такое давать, я их сожру. Я тебе только попробовать принес, а ты съел. Сразу сожру, все. Это твоя порция на сегодня. Ну это хорошо вообще на сегодня. На сегодня вообще, если мало. А так это хорошо, приятно, было вкусно. Ой, 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 ой. Ой, порвись мой рот. Ай да, Дима. Никуда сегодня, целый день отсюда не уйду. Буду сидеть тут. Он все говорил, говорил про какие-то оладушки. А они утром как взяли, как ворвались ко мне в вездеход. Как разбудился я. Ух, да ли какие? Ммм, дымят. Смотрите, ща. Ребята, ночью ветер был такой силы. Думал, улетит наша квартира-то. Нет, выдержала. У меня вездеход шатало на сдутых колесах. Это что-то, конечно. Ух ты, все печки достали, все печки достали. Вот видели, какая кухня, баня, гараж. Вот такая настоящая мужская палатка вездеходчика должна быть. Тут же оладьи, тут же паришься и не паришься. Чинишься. Ребят, доброе утро. Состоялся подъем. У нас сегодня, надеюсь, будет созидательный день. Начинается он с того, что ко мне пришел в гости Герасим Васильевич. Смотри, у нас тут традиция утрешняя такая получилась. Доброе утро. О, мне нравится такая традиция. Давай продолжать. Давай, быстро лопай, тебя там все ждут, а то они все остынут. Там их много. Стая в палатке, в палатушках. Я понял. Я думаю, надо срочно присоединиться к этой стае. Какой чудесный я. Мишлен. И горы, и оладья. Сосовая речка. Давно мы в тундре-то уже. Оладушки не ели. Давно мы уже в тундре. Да, уже пятые сутки здесь стоим. Давно мы уже в тундре-то. А ты-то что, недавно приехал? Самолет был в Шойнушке? Да. Слетал, побрился. А ты на зимовку остаешься, да? Утеплитель вырастил. В этот раз в палатку заходим не для того, чтобы поесть. А для того, чтобы принесть. Держится. Ребят, торопился, забыл поставить магнит в коробку. Пришлось усовершенствовать. Да, поставили неодимовой. Ну все, ребята, пошла жениться коробка. Ой-ой-ой-ой. Что будет, что будет? Свадьба будет. Шойнинская коробка на Шерпи женится. Хе-хе-хе-хе. Ой, разгром-то у вас тут какой. Посмотри, как работает. О, переключатель-то как работает, да? Тихо-тихо, не сломай. Это, а, по магнит какой паксипольный-то прилепили, а? Тихо-тихо-тихо-тихо, не царапай богу. Полница. Паркет поцарапаем. Ой, пошла женитьба. Так, погоди, дай-ка. Ох, ребята, ветра сегодня. Ночью дул ветер так, что я думал, ну, у меня вездеход шатало, вот так, что колеса качало. Я думал, улетят палатки к чертовой бабушке. Ночью все просыпался, смотрел, не срывает ли их ничего. Все отлично держится. Вот такие оттяжки, видите, очень удобные. Это я отдельно заказывал. Прямо, чтобы вот дотянуть. Делов-то нужно. Фрукты портятся, ребята. Фрукты портятся, вот. Пока у нас женится коробка с вездеходом. Тут идет жарко рыбы. Это тот самый голец, который отпустился. Динька сегодня выспался, схватил флаг дежурного и погнал. По кухне. Да, наяривать. То оладьими на сегодня почве, то рыбами. Ну, вообще, просто бомба. Где-то в Каменских сундрах. Шел пятый день. И мы продолжали есть мух. Вот так вот, ребята, многосложные блюда. И опять у гриль пригодился. Выполняет роль духовки. Слушай, вошел вообще прям, да? Шикарно. Оп. И даже защел. Да, это у нас семисуточка. Сейчас температура здесь будет. Ну и вот, что у нас получается, смотрите. Гольцы в чем-то. В чем-то. Дима не рассказывает, что за чего-то. В чем-то. Ну, в чем-то гольцы, короче. Вот такая у нас куихна. Магёти. Признавайся, в чем гольцы? Не скажу. Давай, давай. Пока не скажу. Пока не скажешь, ладно. В Паксиполе? В Паксиполе. Так, начинаем операцию пускания коробки. Так, вот так нужно туда войти. Так, госпожа коробка у нас практически подружилась с мотором. Остались какие-то 5 сантиметров. Такие у вас тапочки великолепные. Да, специальные для ремонта шерпа. Так удобно, посмотрите. Раз, 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 раз. И не задеваешь головой. В машине сразу... В машине стало просторно. И удобно. С грибами. Ох, не нахожусь. А я не откажусь. С белыми грибами. С сыром мне, пожалуйста. И олеговую порцию сыра тоже мне дарю. Грибы вкусные. Сам собирал. О, стол, да? Вот настоящая походница уже. Рыбу в руку. Съел и все. Новости вторички. На сайте gerasimshark.ru вы найдете уникальное предложение. Посмотрите на эту машину. Полный тюнинг от жуков гаража. Стоимость всего тюнинга более 2 миллионов. Стоимость этой машины с малым пробегом и в отличном состоянии 5 миллионов 500 тысяч рублей. Плюс торг на месте осмотра. Машина находится в Ростове-на-Дону. Торопитесь. Таких предложений больше не будет. Также у нас вы найдете различные вездеходы под любой вкус и кошелек. Заходите в раздел вторичка. Подписывайтесь на рассылку, если ничего не нашли сейчас. То, что вам понравилось и подошло по цене. Я сейчас за добавкой. Я тоже. Как-то первые порции там малые были. Совсем. Дмитрий, вам выговор. За что? Мало грибов. Блин, да. Есть такое дело. Мне с сыром и с рыбой. И с грибами. С рыбами, да? Здесь гольца много. А грибов, думаешь, в Иваново много что ли? Нет. Сейчас маховиков мы здесь насобираем. Пусть готовят еще нам. Такое вкуснятие. Ребята, а вот знаменитые маховые клещи канинские. Вон он. А, а, ищет Ленку. Где, говорит она, где? Укусить хочет. Ой, она их боится. Этот уснул уже. Зима скоро. Он уже устраивается. Повыше они всегда забираются. Повыше на елки какие-нибудь. Тундровые. Нам этими грибами и рыбой все глаза поломали. Они у нас не открываются теперь. Это Димка шаман, а? А вот, кстати, рыба-то без вот этого вот. Без сыра. Без сыра, да. Прям неожиданно удар держит палатка. Учитывая, что это палатка-баня, у нее не проклеены швы. Но здесь нет дыши из дождя. Так, есть капельки какие-то. Очень хорошо. А поливает сами, слышите, как. Собрал я туалетную уборную, плодовую. Сейчас разберу печку. Все, чтобы уж точно не вернуться. Так. Первый пуск. А ключа-то нету. Правильно, чтобы в тундре не угнали вездеход, не дай бог. Чтобы не сломать его здесь. Так, ну-ка, давайте. После пяти дней-то простое. Ну, милый дизель, да? Блин, надо точно убедиться, что там нейтралка. Дай нам вспышку. Опа! Кубот это шуршит, а? Да и нейтралка даже есть. Ёлки-палки. Хорошо работает дизель, мягко. Дизелист. Да, торопа не стучит. Так, все, кружим. Да, Мишка. В тундре. Да, коробку перебрал. Да еще и вал нашел. Слушайте, в каких условиях у нас же был теплый бокс? Да, боксит. С печкой. Печкой. А кухня какая у нас была? Если бы не торопиться на вездеход Трофи, то я бы вообще не торопился. А на такой бочке можно вообще чудеса творить? А, бочка, верстак какой был. Все, уже убрал я ваш верстак. Убрал, да? Да. Да, песок плодов, трудов. Поехали. Ура! Заработало! Ребята, а он поехал. Задняя есть. Да, Ёшкин, Матрёшкин, а? Все, ребят, собираемся. Весной оставим. Тряпки все подберем. Мусор за собой. Убираем мусор. Вспоминаем, где что лежало. Не знаю, у меня есть дорожка, которая прямо на нос идет. Да, прямо на нос. Ну, она посередине идет, да? Я бы не сказал, что она посередине, она все-таки ближе к берегу. Не, это не та дорожка. Ну что ж, мы поехали. В прошлой серии было много криков истеричных по поводу мусора и прочего. Ну, раскидала один мешок у нас с мусором и закрепили его по лагерю. Вот по отъезду, прежде чем писать, посмотрите, в каком состоянии лагерь останется. А не истерите там, как дамочки. Мы собрали бычки из-за курильщиками, собрали вообще все, что не может быть съедено или разложиться не может. То есть органику мы не собирали. Там овощи какие-то, испорченные фрукты и прочее. Это вот, ну, уже для совсем диванных путешественников. Все остальное было прибрано, так что смотрите до конца сначала, как оставляем лагерь, а потом уже истерите. Это для тех, кто, ну, чешется, вот, написать о ночи. Ну, все, ребята, наконец-то мы поехали. Правда, поехали в ночь уже. И вот такую погоду. Я иду первым. Очень тяжело читать дорогу. Свет штатный стоит. Надо будет добавлять его. Мне достаточно. Нужно, чтобы хотя бы градусов 180 у меня было раздорно там. Для того, чтобы можно было спокойно идти первым. А вот здесь мы ездили три дня назад на рыбалку. Наших стыдов уже нет. Ребята, конечно же, у нас свет поярче, нежели это передает камера. Но все равно его недостаточно для того, чтобы ехать. Смотрите, смотрите, казара зависла как. Канин не хочет пускать. Вот никак. Сейчас встаем на дозаправку. Оказывается, Миша забыл систему заправки. Фильтр и все на свете. Там влагерь. Уехали уже километров. Немного. На три километра уехали на ночь. Поехал он забирать. Сейчас времени у нас 20-29. Если через час не будет его, значит, будем это сама. Поеду его забирать. Еще, ребят, пока собирались, забыл систему заправки. Пришлось вернуться обратно на место стоянки. Ребята где-то в двух километрах отсюда. Хорошо, благо мы решили подзаправиться. Не у Каниного носа. Так что вот так вот. Поехали обратно. Мишенька подъезжает уже. Сейчас двинем дальше. Шутка как-то пролюбили дорогу. Пошли. Дорога нанесенная на карте еще на генштабе. А она что-то мертвая вообще. В орге ничего нету. И очка одна. Решили вернуться обратно. Сейчас еще в оргу найдем. Вообще хорошо будет. Ребята, встретили оленеводов. Настоящих. С годами мы начинаем понимать, что зарабатывая на жизнь, можно пропустить саму жизнь. Не побывать, не увидеть, не успеть и не повторить. Желая перейти на новый уровень путешествий за гранью дозволенного всем, сделайте один небольшой, но очень важный шаг. Перед покупкой вездехода Шерп позвоните нам. Мы поможем правильно открыть ранее недостижимые горизонты. Команда «Герасим Шерп». Жизнь в путешествии. День добрый. Приветствую. Привет. Куда так? На Канин, на мыс. На мыс Канин. Капельщики дворей, Герасим Васильевич. О, связь. Да. Как ловко. Прямо едете сюда? Да. А что, под ЧПСом? Да. По ворге едем. Да, по ворге. Да. Все, благово. А фонарик-то у Патвана лучше мешает, чем у тебя. Смотри, как светит. Да. Да, да. Вот свет увидели, да? Да. Привет. Сейчас. Вы откуда уже? С Шойной, да? Через Шойной, да. Через Мизень пошли. Через Мизень. Еще своим ходом. Да. С Мизень своим ходом. А до Мизеньи, то на машина, да? Да. Сейчас нам налево, получается, по ворге, да? Вот тут. Туда, да? Да, налево тут воргу. Угу. 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 Я вижу. Мы еще не ездили первый раз. Первый раз? Да. На спутнике смотрим. Там есть дорога. А, я думаю, проводник. Дима, ты на связи? Нет. Мы далеко поехали. Как техника-то? Да ничего, нормально едет. Где-то? Да. Одна поломалась, вот стояли, пока запчасти ждали. А как думаете, где? А у вас бригада эта стоит, да? Бригада, да. Какая это? Первая. Первая, да? Аркаша же у вас был, да? Угуев-то. Аркаша, да-да-да. Да. Приезжал к вам, да? Ну, мы его встретили на этом, на Бугрянице. А, это? Аркадия, да-да. На Каракатах они ездили. А, конечно, с Колей. Мы их на Бугрянице встретили. Вчера. Ага. И ша. А у кака Каракита, плавает он? Да, да. Да, да. Ты снятишь, мы с Димен, ты ездишь? Шой, ну, по большой воде переходим. Нет, я так же, когда ты стою, в городе приешься, буду разорачивать, посмотреть. Едем, в общем, хорошо у вас тут. Да. Широ только, то есть когда пройдет-то? Слушай, ну, а неделю где-то, говорят, ветра и дождь будет. Ну, еще два дня назад, вот, то, что мы в Шой не были, смотрели прогнозы. Со связи? На неделю заведем. Спутник, да? Спутник, да. Все, до свидания, всего хорошего. Счастливо. Давай. Малую дорогу перегородил, мне же надо от тебя подальше отъехать, чтобы не разбудить. Да, да, как езжай, и желательно на тот берег озера, раз уж так пошло. А можно посредине переночевать? В воде. Да, и ноги надо только в воду спустить. Все, ребята, приехали на озеро. Озеро называется... бобобобобобобобобоб. Ой, сейчас скажу как называется озеро... Озеро корабильное! Озеро северное её часть. Проехали мы сегодня километров 20 и осталось нам до мыса чтобы не соврать ну я думаю 35 завтра мы их днем если звезды сойдутся правильно все вот произойдет отлично и предсказуемо и если все-таки ухты увидели ветер какой исек они нас все-таки пустит мы обязательно доберемся точно всего хорошего до новых встреч большое спасибо за просмотр и если вам понравилась данная серия обязательно поставьте палец вверх также мы очень ждем ваших комментариев и если вы не подписаны на канал обязательно подпишитесь в общем все ваши действия побуждают нас снимать еще и еще лучше больше и забираться дальше большое спасибо за просмотр до новых встреч канин близко